Эпилятор это прибор, который позволяет избавиться от нежелательных волос на теле и лице. И не на 2-3 дня, как при бритье, а на 2-3 недели, а то и больше. Как выбрать эпилятор? Разберемся! Глобально есть три вида эпиляторов. Это обычные эпиляторы, лазерные эпиляторы и фотоэпиляторы. Обычные эпиляторы выдергивают волоски механическим способом. Эпиляцию нужно будет проводить каждые 2-3 недели, так как волоски просто отрастают. Будет больно, зато не придется орудовать бритвой и травмировать кожу каждые 2 дня. Есть два вида эпиляторов – пинцетный и дисковый. На барабане пинцетного эпилятора расположено множество маленьких пинцетиков. Во время работы барабан крутится, а пинцеты щипаются и выдергивают волоски. Пинцеты бывают металлические и керамические. Металл материал надежный и не боится ударов, зато керамические позволяют минимизировать раздражительность для кожи. Но лучше такие эпиляторы не ронять. Количество пинцетов варьируется от 20 до 60. Чем их больше, тем тщательнее, быстрее и болезненнее будет процедура. Если пинцетов немного, то придется обрабатывать участки по несколько раз. У дискового эпилятора на барабане не пинцеты, а диски. Сжимаясь, они захватывают волос и вырывают его с корня. Чем больше дисков в системе, тем лучше. По материалам то же самое. Диски могут быть керамические, либо металлические. Филипс предлагает эпиляторы с керамическими текстурированными дисками. Такие диски более эффективны, так как захватывают самые короткие и тонкие волоски, при этом не щипая кожу. В пинцетном эпиляторе пинцеты расположены в шахматном порядке, то есть присутствуют мертвые зоны. Дисковый эпилятор хорош тем, что каждый последующий ряд дисков захватывает предыдущие волоски, и пропусков получается меньше. При выборе эпилятора важно понимать, сколько дисков или пинцетов будет в вашем устройстве. У таких эпиляторов могут быть дополнительные функции и насадки, которые сделают процедуру более комфортной. Лучше, чтобы у эпилятора было несколько скоростей. На высоком мы удаляем жесткие волоски, а на низкой тонкие и короткие. Удобно, когда можно очищать головку эпилятора под водой, так как вычистить все волоски из прибора достаточно сложно. Плавающая головка эпилятора позволит максимально тщательно обработать рельефные места, например, колени и подмышечные впадины. А чтобы волоски в труднодоступных местах были замечены, приобретайте эпилятор с подсветкой, так вы ничего не пропустите. Помогает снять болевые ощущения влажная эпиляция. При наличии такой функции можно использовать прибор в воде. Функционал эпилятора значительно расширяется при смене различных насадок и головок. Рассмотрим на примере вот этого комплекта эпилятора Philips. В этой комплектации, кроме эпилирующей головки, есть триммер и насадки для деликатных зон. С задачей уменьшения болевых ощущений справляются массажные насадки, но популярнее всего насадка, оттягивающая кожу. Вспомните, как вы оттягиваете бровь, когда вы щипываете волоски. А еще может быть насадка для точечного удаления волос. Подумайте, какие функции вам нужны и выбирайте машинку, ориентируясь на них. Фотоэпиляторы работают совершенно иначе. Они воздействуют на волос и луковицу высокоимпультивным светом. Комплекс таких процедур сулит осветление, утончение и значительное уменьшение количества волос, вплоть до идеальной гладкой кожи на долгое время. Процедуру придется выполнять несколько раз по схеме, рекомендованной производителем, постепенно воздействуя на волоски. Из минусов прибор дорогостоящий, а еще сама процедура имеет противопоказания. Плюс использования фотоэпилятора в том, что рост волос прекращается. Старые волоски выпадают, а новые просто не появляются. После четырех процедур с фотоэпилятором Philips Lumia у вас останется только 10% волосков от первоначального объема. При выборе эпилятора обратите внимание на его ресурс, то есть количество вспышек фотолампы. Их может быть от 50 до 300 тысяч. Считается, что 200 тысяч вспышек хватит на несколько лет. Когда ресурс исчерпается, вам придется покупать новую лампу, либо, если карточной сменой, менять сам прибор. Принцип действия лазерного эпилятора – это воздействие инфракрасным светом на волос и луковицу. Две-три процедуры – и фолликул волоса разрушится, то есть волос не отрастет вновь. Такая процедура занимает много времени и требует несколько подходов. Зато борется с волосами радикально, как и фотоэпилятор. Если у вас остались какие-либо вопросы по выбору эпилятора, пишите или звоните в онлайн гипермарке 21век.бай. Консультанты помогут вам определиться с выбором и оформят заказ. Здоровой и красивой вам кожи!